Яблоня пепен шафранный Яблоня является востребованной культурой и высаживается на своих участках многими огородниками. В число наиболее известных разновидностей популярного дерева входит яблоня пепен шафранный. О ней и пойдет речь более подробно. История создания В настоящее время яблоню пепен или, как ее еще называют, пепенка, можно отнести к числу наиболее известных на территории России за ее пределами сортов. Его история началась в начале 20 века, когда великий селекционер Мичурин создал уникальное дерево на основе таких родительских сортов. Как и нет ордеанский гибрид китайки с пепенкой литовской. Практически сразу новинка получила известность в узком кругу. Это неудивительно, поскольку пепен шафранный уникальным образом сочетал в себе отличные вкусовые характеристики с прекрасными адаптационными возможностями, позволяющими высаживать яблоню в большинстве климатических зон. На базе сорта пепен уже позднее было создано порядка 20 подвидов разновидностей культуры, которые подходят для посадки во всех регионах. Яблоки сорта пепен шафранный, чаще всего пепенка яблоня выращивается в следующих регионах. Восточная и Западная Сибирь, Северный Кавказ, Центральный регион, Центрально-Черноземный регион, Средние Поволжье. Что касается стран ближнего зарубежья, речь в первую очередь идет об Армении, Грузии, Казахстане, Прибалтике и Белоруссии. Характеристика сорта. Всем известно, что пепен шафран сорт яблок самоопыляемый, зимний. Дерево обычно вырастает до высоты 3 метра. Яблоня имеет густую круглую форму и слегка поникшее ветри. Листья имеют зеленовато-серый оттенок. Плодоножки у саженцев длинные и довольно тонкие. Кора изначально имеет зеленый цвет, но с течением времени одревесневает и становится серой. В настоящее время пепенка входит в число наиболее распространенных сортов во многих регионах России. Интересно, сорт по сути пионерский, он по настоящее время активно используется для вывода новых деревьев. Плоды яблоневый сорт имеет средним весом порядка 140 граммов. Их отличают овально-коническая форма, гладкая поверхность и достаточно плотная кожица. Мякоть яблока имеет приятный кремовый оттенок и кисло-сладкий вкус. Аромат у плодов пряно-винный. Фрукт достаточно богат в лане содержания полезных для человеческого организма веществ и микроэлементов. Окраска у яблок обычно желтая-красная с достаточно четкими полосками в зонах прямого воздействия солнечных лучей. Посадка и уход Посадка яблоней В целом посадка и уход за яблонями пипен производится точно так же, как и в случае с любым иным плодовым деревом. Правда, существует некоторая специфика, которая обязательно должна учитываться. Место для посадки описываемой культуры следует выбрать солнечное и надежным образом защищенное от сквозняков. Почва для посадки пипена шафранного яблони по описанию сорта обязательно должна быть нейтральной. Важно! Если посадка планируется производиться в кислую почву, ее рекомендуется тщательно произвестковать. Размеры ямы для посадки культуры должны составлять 1 метр в диаметре и порядка 80 сантиметров в глубину. В качестве наполнителя применяется плодородная почва и органическое удобрение, например перегной или компост. Если грунт уже истощен, дополнительно следует его подкормить минеральными составами. Саженцы яблони следует покупать в специализированных центрах садоводства либо китомниках. В качестве посадочного материала наилучшим образом подходят как однолетние, так и двухлетние растения. Требования к саженцам при этом элементарные. У растений должны отсутствовать даже минимальные механические повреждения, они должны выглядеть здоровыми, у них должна быть развита корневая система. Полив молодые посадки настоятельно рекомендуется поливать на протяжении всего лета. Для свежих посадок очень важно не допускать пересыхания почвы в рествольном круге. Плодоносящим деревьям особенно важен полив в течение всего июля и в начале августа. Именно в данный период времени растениям закладываются плодовые почки, из которых на будущий год сформируется урожай. Последний полив яблони пепен шафранный осуществляется позднюю осенью, после листопада. Подкормки внимание! Такую плодовую культуру, как яблони пепен, невероятно важно регулярно удобрять. Начиная с момента достижения растениям трехлетнего возраста, ему просто необходимы как фосфорно-калийные, так и органические удобрения. Подкормка яблони Многие садоводы применяют для подкормки яблони пепен, настой куриного помета в соотношении час-пятнадцать минут. Осенью культуру обычно мульчируют перегноем или навозом и вносят калий и фосфор, содержащие удобрения. Обрезка Первую обрезку яблони обычно производят с наступлением весны. В это время укорачивают на две верхних почки центральный проводник. Все ветви уменьшают в длину примерно на две третих. Не менее важно каждый год заниматься кроной. Практика показывает, что яблоня пепельный шафран требует регулярной обрезки, в том числе омолаживающей и санитарной. Последняя традиционно проводится весной, включает обрезку засохших ветвей, а также ветвей с признаками поражения заболеваниями или вредителями. Места срезов обязательно нужно обработать садовым вором. В противном случае ранка начнет одноказь, что может привести к ослаблению растения. Кроме того, открытая рана представляет собой серьезную грузу развития бактериальных инфекций и грибковых болезней. Борьба с вредителями и болезнами основной враг любой яблони – это парша. У сорта пепельный шафранный с каждым годом жизни падает устойчивость к данному заболеванию. Симптомом болезни являются пятна бурого цвета, которые появляются на листве и плодах. В борьбе с данной напастью очень эффективной оказывается бордоская жидкость. До начала распускания почек деревья прыскивают трехпроцентным раствором данного состава. Если же обработка производится по уже набухшим почкам, крепость раствора рекомендуется снизить до 1%. В оперативном случае культура получит ожоги. В летнее время обработка яблони бордоской жидкостью производится только в самом крайнем случае. На заметку, для профилактики парши очень важно правильно сформировать крону дерева, не допускать загущевания кроны, приводящие к ухудшению доступа воздуха. Из вредителей яблоню могут поразить плодорожка, яблоневый цветает или запятовидная щитовка. В санитарных мероприятиях обычно оказывается достаточно для эффективной профилактики заражения растения вредными насекомыми. Речь идет о следующих моментах. Регулярное рыхление участка возле ствола, своевременное удаление опавшей листвы, соблюдение агротехники, регулярный полив. Урожай яблок сорта отличается высоким показателем. Лишь кости яблоки могут храниться около 200 суток после сбора урожая. Для достижения такого результата потребуется лишь соблюдать некоторые несложные правила, хранить урожай в помещении с температурой. Около нуля складывать плоды на хранение, прокладывая слой стружкой либо бумагой, хранить только здоровые яблоки, без признаков заболеваний. Загнивание и механических повреждений. Важно! Яблоки, собранные слегка недозрелыми, хранятся дольше. Преимущества и недостатки сорта Сорт пипеншафранный имеет ряд несомненных достоинств, привлекательный внешний вид плодов, приятный вкус, высокий показатель урожайности, раннее плодоношение, транспортабельность, лишь кость, низкий показатель осыпаемости. Из недостатков можно назвать разве что подверженность к ряду заболеваний. Но аналогичным образом ситуация обстоит и с большинством других сортов яблони. Так что в данном контексте речь идет не столько о недостатке, сколько об особенности культуры, которую следует учитывать при выращивании. Точка.